Друзья, всем привет! Сегодня у нас пришло время поговорить про рефлекторные фары, потому что многие уже пишут в комментариях, ты типа все делаешь про линзы, про линзы, давай наконец-то про рефлектор расскажи. По рефлектору ситуация такая, кто смотрит видео продолжительное время, то те в принципе уже знают, что вот Philips, недаром они даже в описании указаны как идеальные лампы для рефлектора. Одна лишь проблема с Philips в том, что стоит 12 тысяч, и многие говорят, ну это слишком, это слишком дорого для хоть и качественных ламп, найди что-нибудь подешевле. И вот с некоторых пор было у меня несколько попыток заказать вот эту замечательную лампу, а эта лампа называется, ребят, K5C Mini. Почему несколько попыток было? Потому что Docknight ни в коем случае не хотел мне высылать данные лампы, и несколько раз я делал заказ, но благодаря усилиям официального продавца Docknight России, ссылка на которое будет в описании, Наконец-то эти лампы у меня, и собственно есть возможность теперь их протестировать, чем эти лампы, собственно, мне были интересны. Интересны они тем, что в них стоит чип меньшей площади. Сейчас я покажу вам разницу между лампой K5C и Philips. И первое, ребят, что вам надо увидеть, это разница в размере светодиодного чипа. Посмотрите, насколько у Philips он меньше, и меньше он не просто так, а потому что инженеры Philips как раз понимают, что размер чипа критически важен для достижения правильной вот этой свето-теневой границы. То есть, чтобы разница между освещенной частью и неосвещенной была максимально ярко выраженная, скажем так, максимально четкая граница, чтобы не слепить встречку. Поэтому они делают светодиодный чип максимально похожим на размер спирали лампы обычной, галогеновой, которая стоят в куче фар. И вот как раз поэтому мне, собственно, и была интересна лампа K5C Mini, потому что если мы возьмем, посмотрим на обычную лампу K5C, то мы увидим, что площадь светодиодного вот этого чипа, она в K5C меньше. И это, собственно, и наводит меня на некий интерес к этой лампе, на то, чтобы ее протестировать в рефлекторной фаре и посмотреть, насколько уменьшится ослепление относительно вот таких светодиодных чипов. Но лампа, конечно, K5C меня уже не очень сильно интересует, потому что вышла лампа K7C, поэтому, наверное, сравнивать будем с ними. Благодаря тому, что у них одинаковые светодиодные чипы, что в K5C, что в K7C, соответственно, я сравню вот эту лампу K7C на 110 Ватт с 40-ваттной K5C Mini. И таким образом измерю ослепление и сделаю, собственно, вывод о том, что могут эти лампы заменить Philips хотя бы частично или нет. Потому что если вы посмотрите на цену K5C Mini, то это 2500 рублей, это 12 тысяч, и вот эта разница, она огромная, она колоссальна просто. Поэтому, собственно, этот тест я и решил сделать, чтобы дать вам информацию, касаемо, есть ли улучшения в рефлекторных фарах на чипе с маленькой площадью или нет. Конструктивно, конечно, K5C Mini мне не очень нравится своим маленьким диаметром вентилятора. Вот, по сравнению с K5C, посмотрите, насколько он меньше. Это не очень хорошо. Конечно, ну, здесь также две тепловые трубки, то есть это практически копия K5C, но вот именно основное отличие, это именно вот этот маленький чип. Если вот так вот я сейчас вам покажу и постараюсь потом кадр приблизить, я думаю, что вы увидите разницу. Также, посмотрите, конечно же, это не Philips, это даже и близко не Philips по размерам светодиодного чипа, но все равно. Все равно какая-то надежда есть, потому что относительно вот этих и вот этих чипов, есть все-таки некоторое уменьшение площади, которое позволяет надеяться на то, что мы что-то можем получить от этой лампы в рефлекторных фарах. Как будем тестировать? Друзья, у меня есть фара от Duster, кто, опять же, смотрит видео, знает, что это рефлекторная фара H7 без торцевого колпачка с обычным круглым отражателем под лампу H7. И эту фару, соответственно, я направлю на свой плакат, на разметочный, и замерю точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть нижний ряд точек. И также замерю верхний ряд точек, точки 12, 13 и 14. И таким образом я пойму, сколько света идет на дорогу, а сколько идет в ослепление, то есть уже туда, куда не надо. Соответственно, разделив показания, сколько света идет выше, чем надо, на то количество света, которое идет ниже, чем надо, Соответственно, мы таким образом выясним, какой процент света улетает в ослепление, грубо говоря. И замерив этот показатель у всех трех ламп, мы, соответственно, можем понять, чем процент света, уходящего выше STG, будет меньше, тем лампа будет, собственно, и качественнее. Вот такая у меня схема замера, собственно, так я и предлагаю действовать. И еще есть один нюанс, я долго думал, как уберечь прибор от засвета, от засвета, потому что, когда меряешь, допустим, ослепление в этой точке, рядом будет прибор засвечиваться. В общем, сделал вот такую вот на него резиновую крышку, для того, чтобы, когда я прикладываю прибор, соответственно, вот сюда, вот, когда я его сюда прикладываю, чтобы мне вот эта поразительная засветка, точнее, не поразительная, а засветка, которая идет на дорогу, чтобы она ни в коем случае не влияла на показания прибора, таким образом защитил его от этого косвенного излучения, который дает вот этот мой белый плакат. И вот, собственно, такие измерения я провожу в точках 1, 2, 3, 4, 5, 6, которые идут, и потом такие же провожу измерения в точках 12, 13 и 14. Они у нас как раз располагаются выше, и таким образом мы сможем понять, сколько у нас света идет выше СТГ. Но перед началом теста мне пришлось довольно долго крутить лампы, чтобы найти то идеальное положение светотеневой границы, которое только можно достичь, используя каждую из тестируемых ламп. Поэтому вы сейчас можете наблюдать, как меняется светотеневая граница от малейших просто поворотов лампы, и насколько это критически важно. Но после довольно долгого, так сказать, кручения лампы, я примерно вот по К7С нашел идеальное положение, и сейчас буду готов производить замеры. Итак, ребят, кажется, вот я сейчас минут пять крутил К7С, вот кажется, нашел идеальное СТГ, которое только может быть, поэтому пойдем мерить. Итак, лампа К7С на 4300 келленов, фара Дастера. 150, 160, 227, 269, 512, 111, 4183, 256, а теперь я тоже. Так, теперь вытаскиваем К7С, и на ее место ставим К5С мини. Вот у нас К5С мини, вот у нее маленький этот вентилятор, соответственно, мы ее также вставляем, и сейчас будем искать максимально правильную светотеневую границу. Итак, вот у нас лампа, давайте ее крутить-вертеть, для того, чтобы как-то найти. Вот мне кажется, что это вот это положение, светотеневая граница, осталось только выставить фару, сейчас я еще раз проверю, вот здесь вот, выше гораздо лучше видно. Да, вот, ребята, правильная светотеневая граница. Ну, она визуально уже видно, что она лучше, чем на К7С, но мне надо, как говорится, померить в цифрах, и вам тоже показать. Итак, ребят, я сейчас опять достаточно долго крутил К7С мини, чтобы идеально ее настроить. Еще раз повторюсь, это очень важно, после того, как вы ставите лампы, обязательно их крутите немножко влево-вправо, там вверх-вниз, потому что лампы имеют зазоры, погрешности изготовления, и вот, чтобы добиться результата максимально хорошего, вам надо все-таки ее покрутить, поворачивать. Я сейчас это сделал, я уже, ребят, визуально вижу, что STG гораздо более четкое, гораздо более правильное, но все же возьмем сейчас люксметр, и, опять же, померяем нижний ряд, померяем верхний ряд, и, соответственно, разделим одно на другое, и получим тот процент, который улетает выше STG. Все, я пошел мерить К7С мини, а вы, собственно, через пару секунд уже будете знать результат. Итак, К5С мини в рефлекторной фаре Renault Duster. И так, то же самое делаю для Philips, его крутить долго не надо, буквально, наверное, ну вот примерно вот такое вот STG мне удалось добиться на Philips. Сейчас я, опять же, подниму высоту. Итак, ребят, вот Philips я тоже сейчас накрутил, как только мог, идеальную STG. Сейчас, опять же, иду его замерять, и у нас будут уже все данные для анализа. Итак, лампы Philips Altinon 9000 в рефлекторной фаре Duster. Итак, друзья, давайте обсудим результаты. Они у меня вот здесь вот на бумажке, а вы их сейчас видите на экране. Первое. К7С лампа в рефлекторе, конечно же, самая яркая получилась. И она у нас на 22% светит ярче, чем К5С мини. На 22%. А Philips светит 58% от К5С мини. Но, что самое интересное, ребят, ослепление, ослепление у К7С, оно 268% от К5С мини. То есть оно почти в три раза больше. Почти в три раза больше, хотя лампы светят всего лишь на 22% больше. Это, в принципе, мы видели визуально, и это подтверждалось и замером. И, соответственно, нижняя строчка, коэффициент ослепления. Чем он меньше, тем лучше. Это, грубо говоря, то количество света, которое идет выше СТГ, мы делим на то количество света, которое идет на дорогу. И в процентах это все представляем. Соответственно, 3,62% для К5С мини и 7,97% в два раза больше коэффициент ослепления для К7С. Philips в этом плане в очередной раз подтверждает звание лампы лучшей для рефлекторных фар, потому что она действительно никого не слепит. Да, она не такая мощная, но по уровню ослепления это просто топ. Это топ, если бы не его цена, порядка 12 тысяч. А вот у К7С с его мощностью 55 Вт, конечно, уже наблюдается проблема. Я, ребят, об этом говорил, что если вы видите свето-теневую границу и говорите, что вам не моргают, как вам там некоторые в гаражах показывают, это, ребят, абсолютно не говорит о том, что ваши лампы имеют нормальную свето-теневую границу. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем ставить вот К7С на 55 Вт в рефлекторную фару, потому что ничего хорошего от этого не выйдет. Пусть вам там показывают, что СТГ есть и нет, ребят, слепят они достаточно сильно. Для рефлекторных фар 40 Вт и даже меньше, как показывает практика, Philips вполне-вполне людям хватает. Да, до показателей Philips по ослеплению не дотягивает, но в то же время это и не К7С по ослеплению в рефлекторе, как я вам только что говорил. Поэтому в целом лампа порадовала, вроде бы как действительно удалось увидеть, что у нее меньший коэффициент ослепления, хотя, конечно, погрешность есть, ребят, стены, потолок и пол, они дают некоторое освещение. И меня радует в этом только то, что визуально видно, что четкость СТГ, конечно же, у ламп Philips и у К5С мини она визуально видна по сравнению с лампами К7С. Единственное, что меня не совсем порадовало, и получилась бы идеальная лампа, если бы удалось сделать вот этот вот вентилятор, то есть чтобы у К5С был вентилятор точно такой же, как у К7С. Потому что маленький вентилятор, это все-таки, конечно же, худший тепловой режим лампы. Да, у нее снижена мощность, но все-таки я бы предпочел вот такой вот вентилятор, который еще лучше будет охлаждать лампу. Потому что все-таки с маленьким вентилятором есть нюансы в плане надежности. Меньший вентилятор, меньше радиатор, соответственно, тепло он отводит хуже. Поэтому, ребят, я бы вам порекомендовал приобретать данные лампы непосредственно у продавца в России, потому что он поддерживает официальную гарантию от Doffnite, и, соответственно, вам не придется ждать пересылки из Китая лампы в случае выхода ее из строя. Ссылку на данного продавца я оставлю в описании, и, соответственно, он будет решать все ваши проблемы касаемо гарантийного обслуживания ламп. Это гораздо более удобный вариант, чем заморачиваться с гарантией из Китая. Ну, в общем-то, вот такой у меня получился тест. Надеюсь, я вам наглядно показал, насколько критически важен именно маленький чип и уменьшение вот этого светодиодного чипа для рефлекторных фар, и почему инженеры Philips уже давно делают лампы для рефлекторных фар, за которые, как говорится, мне не стыдно, и которые под каждым видео у меня в описании ссылка есть, потому что действительно продукт сделал максимально с умом. Пишите, что вы, на счет думайте данного теста, и какие у вас лампы для рефлекторных фар стоят, если у вас рефлекторные фары, я с удовольствием прочитаю. Я сейчас все комментарии читаю, только пишите, пожалуйста, комментарии по делу. В общем, увидимся с вами в комментариях, а с вами был Андрей Финашин, и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok